Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал, где мы разговариваем о садах в зелёных пространствах и вообще обо всём интересном, что происходит вокруг. Сегодня, как было обещано и заявлено, у нас два сада из Хамптон-Корта, фестиваля цветов на рассмотрении. Один называется Lunch Break Garden, и он получил золотишко. И второй, Journey, он получил серебро. Давайте начнём с золотишка. Lunch Break Garden, ну или сад для ланча. Очень современный по своему построению. Очень простые формы, очень лаконичные и смотрится очень актуально и просто. При всём при этом он очень функционален, и он может быть адаптирован очень во многих местах, начиная опять-таки с террас на крыше, в маленьких садах, ну и в общем-то стать украшением любого большого сада, как его часть. Вот эти три симпатичные девчонки – это дизайнеры, которые его создали. Эмили Грейшоу, Эмоджин Калф и Джуди Йонс. Что лично мне понравилось в этом саду – это яркие пятна посадок, но они очень хорошо сбалансированы. То есть нету пестрятины, но есть очень яркие акценты. И второе, конечно, это очень высокая экологичность. Учтены все малейшие нюансы. Например, гравиевая засыпка, то есть вода проходит через гравий и уходит в почву. Чаша для питья для птиц, а внутри лежит камень, потому что птице не дотянется с ободка, ей нужно сесть на камень, чтобы попить. Скамейка не просто скамейка, она же домик для насекомых. Какие еще элементы, которые очень экологичны, вы найдете в этом саду? Напишите, пожалуйста, это такой квест. Идея же сада очень простая. В последние годы люди стали больше и больше работать из дому. Они как бы находятся в четырех стенах. И вот чтобы компенсировать как-то это, нужно место в саду, на природе, чтобы люди хотя бы могли выйти в ланчтайм во время обеда, посидеть, побеседовать или просто побыть наедине с природой. Перед вами список посадочного материала. Он небольшой, но сад выглядит абсолютно наполненным. В общем, как говорил когда-то мой учитель по ювелирке, гениальность всегда в простоте. Молодцы, девчонки! Следующий сад получил серебро. Он называется A Journey, что переводится как путешествие. Но здесь путешествие не то, что вы полетели в отпуск, а путешествие по жизни, прохождение жизни. И он рассказывает не о веселых делах, а наоборот о жизненных испытаниях. Сад рассказывает историю о человеческих эмоциях и противоречиях, когда человек испытывает огромное потрясение от потери или от какой-то случившейся ситуации. И он создан рассказать о различном опыте выхода из ситуации безнадёги. Показывает людям выход в обсуждение и переосмысливание своего личного опыта с другими людьми, которые имеют подобный опыт. Дизайнер Кэтрин Холланд в коллаборации с организацией онлайн-суппорт Су Райдер, организации, которая как раз занимается вот такими консультациями и разговаривает с людьми, попавшими в тяжёлое положение, создали этот сад. Сад, безусловно, концептуальный. И здесь с помощью символов, с помощью цветов рассказана история человеческой жизни. Я извиняюсь за то, что не было более качественной фотографии, молодой дизайнер, но в любом случае приятно увидеть такое красивое лицо. Концепция сада состоит в том, что когда вы находитесь в тяжёлой ситуации, нужно идти вперёд, чтобы решить эту ситуацию. И сад делится на четыре части. Первая – это жизнь, когда всё было нормально. Потом что-то случается. Стена, которая представлена живой изгородью. Это шок и просто невозможно. Это случилось со мной. Дальше просто злость и непонятно, что же делать в данной ситуации. Но потом вы принимаете ситуацию и выходите из неё. И опять появляются краски и появляется надежда. Вот ваша жизнь до того, как что-то случилось. Всё яркое радует вас. И вы не замечаете ничего вокруг, что надвигается. Но вот что-то случилось. Ступенька вниз. Краски поблёкли. Вы в шоке. И вы не знаете, что делать. А дальше вы замыкаетесь. Вы замыкаетесь в кругу своих переживаний. Вы уже почти не видите той красоты, которая вокруг. У вас на душе большой камень. И вы не знаете, что же делать. Но со временем, как говорят, время лечит. Этот барьер становится всё ниже и ниже. И вы можете перейти к следующему этапу. Принять ситуацию, такая, какая она есть. Подумать, что сделать дальше. И выйти из ситуации. Краски уже не такие будут яркие. Каждый опыт откладывается. Но вы можете оглянуться назад и увидеть, через что вы прошли. Ваш опыт формируется по-разному. В зависимости от ситуации. Но каждый опыт ценен. И чтобы его получить, мы должны пройти все эти фазы. И чтобы его пройти, мы должны иногда остановиться и просто подумать, а в чём я не прав, что я мог сделать по-другому. Или в другой ситуации, просто принять ситуацию, какая она есть. И думать, как жить дальше и как двигаться. Простая философия легко советовать, трудно сделать, но обязательно нужно, чтобы двигаться дальше, чтобы видеть новые краски и чтобы жить, а не быть за забором и просто жалеть себя и не видеть ничего вокруг. В общем, народ, меня нельзя пускать на философское поприще. Меня несёт. Я с вами, наверное, прощаюсь на сегодня и желаю вам побольше ланчей в хорошем саду, в кругу друзей. Ну, а если случится что-то, лучше бы что-то не случалось, но не дай бог. Не паникуем, просто разбираем ситуацию, обращаемся за помощью, не варимся в своём соку. Перемалываем всё это внутри себя и идём дальше с ровной спиной и высоко поднятой головой. В жизни всякое бывает, но любой опыт делает нас сильнее и, надеюсь, лучше, если мы правильно всё это проработали. В общем, всем мирного неба над головой, хорошего настроения и поменьше катаклизмов. При этом не забываем оставлять лайк, комментарий и подписаться, если ещё не подписались. У нас на канале интересно и не токсично. Всем пока-пока.